Привет всем! Вы смотрите блог Нины Якименко. Сегодня мы рассмотрим эффективные упражнения на большой палец правой руки. Дело в том, что я много достаточно посвящала видео упражнениям на левую руку, на правую руку, на арпеджио, на чередование пальцев, указательный средний пальцы и М. Но, тем не менее, не менее важным остается вопрос пальца П. То есть палец, который отвечает в основном за басы и за басовую партию, он не должен оставаться в тени. И я решила ему тоже посвятить специальное видео, где я расскажу упражнение, как его тренировать правильно. Итак, прежде всего, обратите внимание на то, как у вас стоит правая рука, то есть на положение правой руки. У нас опора не только вот здесь, на обечайке, чуть ниже локтя, но и на вот этих пальцах. То есть, прежде чем мы будем играть упражнение, мы зафиксируем руку вот таким образом. Указательный палец на третьей струне, средний на второй струне и безымянный на первой струне. И только после этого мы начинаем работать уже над техникой большого пальца, пальца П. Первое, что мы сыграем, это просто почередуем на одной струне, потом на пятой струне и на четвертой струне по четыре раза. Движение пальца у нас получается, мы касаемся чуть-чуть ноготь и чуть-чуть задеваем подушечку. Движение у нас происходит вот в этом суставе, никаких дополнительных вращений вот таких не нужно. Затем мы чередуем шестая, пятая, 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 четвертая. И потом подряд шестая, пятая, четвертая, пятая. Таким образом. После того, как у вас уже начало получаться так, попробуем сыграть с опорой на струну. То есть до этого мы играли приемом Тиранда, когда без опоры. И сейчас Апаянда с опорой на струну. Видите, то есть палец соскальзывает и останавливается на соседней струне. Звук при этом получается более плотный. Четвертую мы играем на Тиранда, без опоры. После того, как у вас уже получаются легкие упражнения, переходим уже к более сложному. И так далее повторяем снова и снова. То есть это упражнение именно закольцовывается. Давайте разберем его медленно. Начинаем от ноты Ля на шестой струне, пятый лад. Доходим до ноты Ря, Си, До, Ре, пятая струна, пятый лад. И потом обратно возвращаемся. Доходим до ноты Си, седьмой лад, шестая струна. И потом возвращаемся снова. И поднимаемся наверх. Снова от пятого лада. И возвращаемся. Седьмой, пятый, седьмой. Спустились снова до этой второй ступени. Седьмой лад, шестая струна. Опять вернулись к Ми. И опять вернулись до нее. До второй ступени. И дальше снова все закольцовывается. И по кругу играем. Здесь также у нас опора на пальцах указательный, средний, безымянный. А здесь работает только палец П, большой палец. Это упражнение также можно играть на паянде. И на тиранда. Чрезвычайно полезно. Единственное, что нужно, конечно, будет немножко потратить времени, чтобы запомнить всю очередность нот. Итак, мы сегодня с вами рассмотрели несколько полезных упражнений на большой палец правой руки. Специально для того, чтобы вам было легче играть какие-то басовые партии. Также фингерпикинг, где у нас основное идет на басу движение. Ну и, в принципе, для того, чтобы у нас звучало красиво и работали все пальцы хорошо. На этом все. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Не забывайте комментировать и лайкать. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон.